всем привет друзья по названию видео вы наверное понимаете что сегодня последнее видео либо прощальное видео с нашим с колобком он не служил верой правдой 3 года 8 месяцев и 63 тысячи пробега за этот период он никаких проблем не не доставал была одна проблемка с токами стабилизатора до пластмассовыми которые но это не по вине автомобиля по вине владельца который по беспонтовой дороге ездила а так в целом я прошел на нем официальных валют 6 то и все колодки свечи менял сам отдельно то и того за этот период за этот пробег то я могу вам показать скрин если не видно вам то можете сделать на паузу и приблизить посмотреть либо я могу вам огласить те суммы до 6 то у нас составила сто восемьдесят семь тысяч тенге я считаю это очень мало конечно вы скажете да это был 21 год 22 23 это сейчас суммы другие но все равно это было машина была на гарантии вот эта сумма всего лишь топот автомобиль был на гарантии этого считайте от суммы автомобиля 5 миллионов двести сто восемьдесят семь тысяч тенге чтоб она была на гарантии это очень маленькая сумма по мне до отдельно я менял свечи там они составили восемь тысяч тенге два раза поменял колодки самый основной бюджет это составился 9 тысяч тенге это у нас аккумулятор который свой штатный он не сдох на меня потому что знаете почему он у меня не сдох его сам поменял потому что люди уже начали менять сам сами он мне не сдох потому что у меня аккумулятор не перезаряжал то есть у людей обычно он перезаряжает и аккумулятор от этого вздыхает у меня стоялась аудиосистема если это наоборот ему какому а кому не хватало может быть наверное этому маленького пятидесяти миллиамперному из-за этого не сдыхал он лежит тут все еще и работает как с насосом здесь надувать да мы я не буду унывать автомобиль конечно с ним многое пережили мы у меня родилось двое детей я работал в принципе он не никаких там проблем не создавал как бы там для ремонта вот не время надо да я наоборот с ним вместе время проводил делала бесшумку все вот эту да на каждую дверь три часа времени тратил на потолок там три часа грубо говоря все на багажник делал ну вы знаете по каналу все что с ним делал это делал вот в этом двор в этом двору то есть маленьком дворе проводил время и наслаждался этим автомобилем потому что как новым ну наверное вот люди смотрят час как новым автомобилем стоит ли вам покупаться как новым как новым это была машина такая голая никому не интересная светлым салоном такой велюр как бы 90-х годов ну реально так машина только нравилось своим цветом то что она новая и пахло новой резиновой внутри со временем в течение года я ее перевозил то есть поставил диски фонари которые они сочетаются да в цвет вот этот цвет и этот принципе по моему вкус это самый легендарный кобальт на сегодня вот этого канала ютуба кстати этот youtube канал и был создан практически с этим автомобилем вместе он создан то давно смотрел youtube то я давно но первые видео выкладывал этого автомобиля и они там набирали большой просмотр людям было интересно откуда этот чё за багажник чё за автомобиль такой потому что я покупал этот автомобиль пока он еще не был в это время популярным и цена была на несмотря на сегодняшний день да очень адекватной по мне 5 миллионов 200 полная стоила да я знаю что она когда была равна стоила еще там 47 на тот момент 21 год эта сумма была прям сопоставима с этим качеством этого автомобиля этого класса на сегодняшний день я считаю в 7 миллионов 700 тысяч за этот автомобиль у которого даже сегодня нету эроглонаст нету подогрева сидений полная комплектация на название называет диски 15 размера и стеклоподъемник на задней двери это полная считается комплектацию кобальта я считаю это дорого да по сравнению с двадцать первым годом у них появились сзади динамики с двух сторон то что в этом автомобиле не было да бог с ним что сказать то еще продал я ее получается недолго представьте даже я не объявление даже не выкладываю это все было в жизненной ситуации проблемы человек пришел сам говорит он звонит хочу купить кобальт короче буш на не новый именно бушный не хочу обкатывать он такой человек говорит хочу вот такой у этого человека купить я за какую сумму я бы тебе продал говорю я не знаю как это у меня то вышло потому что мне не было продавать этот автомобиль он ездит никаких проблем он не создал да может быть видос так заканчивать нельзя все равно как-то хочется высказаться что люди говорят же ну блин как у какого-то блин узбекского автомобиля нет души это же как это тошнотная машина по факту да да правы это новая такая таки выглядит но когда ты строишь автомобиль под себя это вот это все дату у кого у каждого есть такая система естественно но все-таки ты строишь под себя ездишь на 17 колесах с этой прошивкой с такой громкой музыкой с такой мультимедией этот автомобиль немного преображается он становится совсем таким другим по ощущениям как новый год кобальт и естественно этот сесть практически но реально по моему мнению это два разных автомобиля там принципе тот же самый вы скажете ты же на кобальте до кобальт но в этой авто в этом автомобиле то есть в моем сам я чувствую по-другому другой есть такой же автомобиль обостроен ну грубо говоря это плагиат и сидишь там все равно другой автомобиль они все разные но данный момент сюда в эту машину вложено сказать немного да денег может быть и многое для кого-то вложено много души на этом наверно все на этом наверно все